Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня 21 ноября 2021 года. Перед нами Гроб Господень, заветная мечта всех христиан. Так было на протяжении почти что полутора тысяч лет. Но уже 20 лет назад духовные люди говорили, настанут времена, когда Гроб Господень превратится в музей. Тогда это казалось абсолютно далеким и невозможным. Святая Земля была переполнена паломниками, туристами всего еще какие-то 2-3 года назад, до начала пандемии. И молитва не только местного духовенства, но и паломников из всех концов земли не угасала у Гроба Господня. Потом наступила пандемия, мы все пережили закрытие храма Гроба Господня, пустой храм. А вот что происходит сейчас? Сбылось ли уже это страшное предсказание или пока еще нет? Я думаю, что вывод мы сделаем с вами вместе вот в протяжении этих 15 минут. Прежде чем мы начнем наш рассказ, заметим, что превращение Гроба Господня в музей во многом зависит от того, кто и зачем сюда приезжает. Мы с вами разберем в этом выпуске, кто приезжал ко Гробу Господню раньше и с какими целями. Ну и покажем, расскажем вам о том, что происходит в храме Гроба Господня сейчас вот непосредственно в эти дни. Когда человек находится на святой земле, особенно в Иерусалиме, есть вот эта уникальная возможность увидеть разные типы людей, разные конфессии христианские и не только разные конфессии, даже разные подходы среднестатистических верующих и путешественников и интересующихся всех людей, которые по каким-то причинам эта земля привлекает. Можно определить их на разные типы. Бывают вот это евангельские христиане, протестанты в основном, католики, православные, то есть русские, греки, румынные и так далее и путешественники. Вот давайте начнем с евангельскими христианами. Это обычно англоязычные, но не только могут быть испанцы и так далее, но это в принципе те, которые относятся более или менее к одно из протестантских ответвлений, а большинство из них относятся положительно вообще к образованию государства Израиля. Они считают себя сионистами, они верят, что появление государства Израиля – это исполнение ветхозаветных пророчеств, что народ действительно вернулся 2000 лет после того, когда был в изгнании. То есть это полное положительное восприятие израильской государственности и так далее. Поэтому для них побывать здесь – это своего рода увидеть, как сбывается пророчество. То есть для них даже это важнее, чем посещать святые места. Католиков для православных имеет большее значение. Католики тоже любят Библию, не меньше, чем протестанты, но отличаются более эмоциональным подходом и, конечно же, любовью к святым местам. Они горячо молятся на святых местах, очень переживают эмоционально страсти Христовы. Также они любят везде совершать богослужения, мессы. И католики очень хорошо относятся к палестинцам, к арабам. То есть, наоборот, они как бы менее лояльны к Израилю, хотя антисемитами их назвать нельзя, это будет слишком сильно, но, тем не менее, они и не сионисты. То есть больше симпатизируют арабам, палестинцам. Глубоко верующие католики приезжают чаще всего вместе со своими священниками. Но те, которые менее верующие, да, бывают, что выглядят даже и почти совсем как светские туристы. Однако все-таки к святым местам всегда благоговение и почтение у них заметно. Насчет православных групп бывает и греки, русские, ну, конечно, румыны и другие. Дело в том, что то, что в первую очередь то, что интересует грекоязычные паломники, это, конечно, то, что это относится к большому великому греческому космосу. То есть неважно, грек ли он из Крита или из Кипра или из Греции или даже из греческой диаспоры, он приезжает сюда и для него Иерусалим это тоже один из греческих полисов, то есть из греческих городов, где хранители святых мест такие же родные греки, часто даже это родственники даже или люди, которые живут из одного и то же места. Так что они, в принципе, чувствуют себя как хозяева этих мест, хозяева святых мест, и это, скорее всего, то, что для них важнее всего. Что они ждут от своих родственников? Что они ждут от этого происхождения? Что они ждут? Они ждут. Они ждут. Конечно, кто ждет, что они ждут, что они ждут. Они ждут. Здравия и успеха. Для них, для их семьи. И при спокойствии. И все хорошо для Греции. А вообще для православных паломников, что русские, что греки, что румыны, то, что важнее всего, это как раз не чтение Библии или Священное Писание, или идентификация, точная идентификация мест, как правило, это не то, что главное их интересует, а впечатление от святого места, чудотворные иконы, которые там находятся, какие там праздники или богослужения бывают, чудеса, которые связаны с определенным местом, как, например, облако на Фаворе или река Ярдан, которая как бы расходится вспять, и разные другие какие-то сверхъестественные, магические, чудотворные события, как благодатный огонь у гроба Господня. То есть тут акцент как раз не на Священное Писание или на изучение, интеллектуальное изучение этих мест или исторических знаний, а больше вот какой-то определенный сверхъестественный опыт. Эта разница между отношением к святым местам у православных, католиков, протестантов, это не только наши личные многолетние наблюдения экскурсоводов, гидов по Святой Земле, это еще и научно подтвержденный факт, есть целые работы, написанные на эту тему, где изучается паломничество как феномен, и вот там все эти мысли тоже находят подтверждение. Самая же главная отличительная черта именно русских православных групп – это, пожалуй, записки. Действительно, ни одни паломники не оставляют столько записок, сколько русские православные группы. Наши стараются оставлять записочки буквально в каждом храме, заказывают сорока усты, и связано это не только с желанием поддержать финансово тот или иной монастырь или храм, но еще и с тем, что в русском православном сознании очень важна молитва на литургии и за твоих родных на как можно большем количестве святых мест. То есть если католики и протестанты больше ставят акцент на молитву личную, свою, то у русских именно есть такое понятие, что за меня будут молиться монахи, или за моих родных будет молиться такой-то батюшка в таком храме, на святом месте, и однозначно Господу эта молитва будет приятно принята, и, соответственно, что-то лучшее в моей жизни, в его жизни наступит. И вот мы с вами как раз сейчас наблюдаем отца Спиридона в пещере Рождества Христова перед литургией, он собрал записки. Мы видим, как русские паломники, священники читают записки, но это все было, было когда-то. Сейчас, конечно, такого уже нигде у нас нет. И вот есть путешественники. Вот эти путешественники – это люди, которые тоже эти святые места, исторические места, особые какие-то духовные центры, их очень привлекают. Их может привлекать или просто интерес к древным цивилизациям, и тут человек может быть вполне атеист, но его как бы древний Египет, древний Израиль, древние Персии, древние Греции, Рим – это то, что он хочет испытывать прямо, быть свидетелем, очевидцем, ходить по этим же местам, где ходил Александр Македонский, и где ходили герои, который он о них читал или в Библии, или в произведении Гомера. То есть путешественники. Но среди этой категории также бывают люди, которые интересуются какими-то тайными знаниями или альтернативной духовностью. Их привлекает, например, священная геометрия, опять пирамиды или какие-то древние гробницы, древние центры. Это, может быть, люди, которые их интересуются ходить по стопам тамплиеров, или рыцарей, или священного Граала, или какие-то там тайны, Ковчег Завета. И они считают, что они понимают лучше, чем обыкновенные, рядовые, примитивные верующие, и что им открыты какие-то особые понятия, особые знания, они хотят особую энергетику получить в этих местах. Я премендущий, я премендущий в мире за 10 лет, и я просто закончу шесть месяцев, путешествую на Силк-Род, и я уступил в Исраил, как мой последний стран. И я просто хочу видеть все. Что вы думаете, что Еруссалям означает для современных людей? Они нужны все? Ну, конечно, это для христиантов, и мусленников, и жуков, это самый лучший place на Земле. Да, я счастлив для них, но я просто не верю. Спасибо. Ну, спасибо большое, это была очень хорошая ответственность. Спасибо. 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 Попытные пути. Попытные пути, бесспорно имеют смысл и какую-то ценность. И вот 2021. Израиль открыл границы туристам, и даже русские туристы, если они вакцинированы двумя спутниками, могут теперь прилетать в Израиль, сдав предварительный сирологический тест у себя дома на родине. Православных групп пока приезжает очень мало. Мы видели две-три румынские группы, русских пока вообще нет. А вот кто же в основном приезжает сейчас ко гробу Господню? На этот вопрос отвечает нам Рафаил. Он провёл два дня в храме гроба Господня и беспрерывно снимал и снимал людей. Для меня это, если честно, было очень-очень тяжёлое испытание – побывать у гроба Господня и увидеть то, что сейчас там творится. Я постараюсь быть чисто, объективным, без никакого осуждения. Не дай Бог, я никого не осуждаю. Это просто состояние сегодняшних святых мест, учитывая, что не все верующие готовы принять те условия, которые ставят сейчас для осуществления путешествия в других странах. То есть собирается особый тип людей, который выглядит, в принципе, очень единообразно. Люди, неважно откуда они и кто они по вероисповеданию, ходят все в одно, как бы, вот можно сказать, в одном наряде или костюме. То есть это обязательно маски и беспрерывно снимают на мобильных телефонах. То есть это не то, что человек ходит, молится и, ну, потом для бабушки, для соседки ещё кое-что снимает. Нет, это просто состояние, что человек всю поездку, вот он входит в храм, он с камеры. Он прикладывается к святыне, он с камеры. То есть, чтобы вы не осуждали меня с Анной, мне надо вам сразу объяснить, что когда мы молимся, мы не ходим и снимаем с камеры. Когда мы ходим и снимаем с камеры, это конкретно для определённых целей. То есть когда мы работаем. А на самом деле съёмка и молитва – это вещи, которые никаким образом, они, ну, никак не совместимы. И получается, что хоть храм однозначно святой, я как каждый раз, когда стою за порогом храма и иду за порогом храма, я чувствую, что это место святое. Однако не только святость влияет на как мы воспринимаем место, а как люди ведут себя в это священное пространство. А если все, которые находятся там, включая монахов, которые уже им надоело, наверное, следить за то, что происходит, люди, например, мужчины, когда входят в храм, не снимают свои кепки, головные уборы, то, что раньше было, не пускали так в храме, ходят в шортах, никто даже замечания не делает. Женщины ходят просто со своим капучино прямо около кувуклия, и просто никто уже, как бы все устали, никто даже замечания не говорит. Эти два года удалось трудно для монахов, тем более, что и патриархия мало платит, и иногда задерживает деньги, которые полагаются священнослужителям. То есть состояние тяжёлое, и вот ходят люди, которые просто собирают информацию, чего-то снимают, и это, конечно, влияет на то, как место воспринимается. Добавлю также, что в кувуклию гроба Господня не разрешали раньше монахи входить с рюкзаками и сумками. Ну и, конечно, то, что люди выходят, обернувшись спиной ко гробу, это тоже считается неблагочестивым. Верующие люди знают, что выходить из гроба Господня нужно спиной, чтобы не поворачиваться задом к месту воскресения Христова. Даже в музеях у людей как-то больше сосредоточенности и благоговения перед тем, на что они смотрят. Вот посмотрите, это кадры из замечательной экскурсии по Лувру, которая лежит на нашем сайте Топос. Кстати, рекомендую всем её посмотреть, её снимала наш гид в Париже Лена Легран. Вот посмотрите, как люди ходят в музее. Это, кстати, снято полтора года назад в перерывы между локдаунами. Вот хотя бы с таким бы вниманием подходили ко гробу Господню, но тут не надо осуждать людей. В Лувре понятно на что смотреть. Мировые шедевры, неописуемой красоты картины, знаменитые произведения искусства. А здесь, ну, скажем так, внешне гроб Господень никакого великого впечатления на человека не производит. А что тут делать, на что смотреть, чем восхищаться или восторгаться? И получается такое рассеянное внимание, очень такое безразличное восприятие места. Молиться явно не умеют или не хотят, или просто неверующие, может быть, люди. Снимать нужно, потому что так положено. Это сейчас у всех просто уже в сознании, что главное – это всё отснять. И получается ощущение, да даже не музейное, а даже хуже. Конечно, слава Богу, что на гробе Господнем по-прежнему идут литургии. Как и раньше, ничего не изменилось. По воскресеньям собираются местные православные на молитву ко гробу Господню. Но вот всё остальное время удручающее впечатление производит наш народ, скажем так, в целом. Так, мальчики, девочки, значит, ещё несколько человек. Там, мы здесь подождём, чтобы вам не было скучно. Посмотрите, храм разделён между шести подписчиками, помните? Правая сторона, готовим. Угадываем, почему? Видим орган, совершенно верно. Левая сторона у нас органский путь. Центральная часть вот этого зала, Рафтонда, Кугуклия, главный, скажем так, это дверейки православных. Кофедеральный собор. За этой вот... Если мы с вами попробуем включить воображение, перенестись в какой-нибудь там 12-й или 16-й век, и представить, что пандемия случилась тогда, в то время. И вот люди пережили изоляцию, пережили смерти своих близких. И, наконец-то, людям разрешили приехать к святыням, которые были для них закрыты два года. Так были наши предки, пришли к святыням. Я не говорю сейчас о русских, я говорю о человечестве в целом. Думается, от явских ворот шли бы на коленях, обливали бы слезами потом гроб Господень, благодарили Бога за избавление от смерти, молили бы Его о прекращении болезни и так далее. И мы знаем, что так молились верующие люди на святых местах ещё всего лишь в XIX веке. Да и, в общем-то, в 2000-х до пандемии тоже состояние как-то было более молитвенным на гробе Господнем однозначно. Хотя вот этот туристический момент, простите за грубость, тупого, безразличного созерцания непонятных тебе мест уже было тогда. Сейчас же такое ощущение, что пандемия ничему не научила людей. Люди абсолютно не изменились внутренне, и даже, если честно, не очень понятно, зачем эти люди приезжают сейчас к святым местам. Дело в том, что я очень надеялся на то, что именно во время закрытия границ, локдаунов, закрытия храмов, люди действительно задумаются и поменяют немножко их отношение друг к другу, к святым местам. И, увы, я оказался очень наивным. То есть те люди, которые им эти духовные реальности закрыты, так это и осталось. То есть людям захотелось свой привычный, очень поверхностный набор информации, открыток, сельфи-кадры на исторических или на святых мест. Дело в том, что действительно гроб Господень не так, как музеи или какие-то памятники архитектуры. Да, Кувукли сама по себе красивая, но эти места, они не впечатляют именно как произведение искусства. Они впечатляют именно тех людей, которые им открыт мир духовный, ангельский, верят, что Христос там умер и воскрес, и по большому счету им никакой экскурсовод не нужен. То, что я опять и опять как бы вот прихожу к мысли, то, что в наши дни единственные христиане, которые есть на святой земле и, может быть, вообще в мире, это православные, да, не монофизиты, но православные эфиопы. Они точно не пропадут. У них до сих пор сохранилось вот это благоговейное отношение к святыням. Они буквально видят там Бога, видят там ангелов. Конечно, Господь волен коснуться сердца человека в любой момент его жизни, и даже когда человек подходит к святыне вроде как неосознанно, может быть чудо, и что-то в сердце человека вдруг зародится, и уже там дома на родине разовьется в какое-то религиозное чувство. Конечно, мы такого не исключаем. Мы всего лишь попробовали объективно нарисовать вам картину того, что было до пандемии, и после, пронаблюдав таким образом, как изменилось отношение христианского мира, скажем так, к святым местам. И даже тот факт, что религиозные верующие группы из Западной Европы, из Америки, из России пока не спешат приезжать к святыням, едут в основном протестанты или светские туристы, тоже о многом говорит. Ну вот, друзья, мы с вами на сегодня прощаемся, обещаем выходить в эфир как можно чаще, и желаем вам всего самого доброго! Субтитры создавал DimaTorzok